Эта история Леонида Млечина для тех, кому небезразлично прошлое. В прежние времена, 7 октября, отмечали бы годовщину создания Германской Демократической Республики, первого на немецкой земле государства рабочих и крестьян. 7 октября 1949 года была создана Социалистическая ГДР. Отмечали бы сегодня этот праздник, но 30 лет назад, в 1989 году, в ноябре, рухнула Берлинская стена, и после этого, после того, как исчезла эта железная занузель, стена в прямом смысле, Социалистическая ГДР просуществовала недолго. Она как современная Атлантида исчезла с политической карты мира. И теперь даже появились уже поколения, которые не подозревают о том, что когда-то Германия была расколота на два государства. Но Германская Демократическая Республика точно существовала, я это хорошо помню. И возникает вопрос, а почему это государство так легко исчезло с политической карты мира? Да, конечно, создание ГДР было частью сталинского плана переустройства в Восточной Европе после 1945 года. Но ведь были люди, я их знал, которые дорожили своим государством, которые ценили ГДР, которые были уверены в том, что ГДР – это страна с большим потенциалом. Как это произошло? Почему эта страна рухнула? Ну, как появились две Германии, известно, потому что Третья Рейх была разгромлена, оккупирована Красной Армией с одной страны, войсками союзников с другой. И победители в Второй мировой войне собирались решить судьбу Германии, но тут началась холодная война, договариваться стало невозможным, и те зоны, которые оккупировали Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, превратились в Федеративную Республику Германии, в Западную Германию, а та зона оккупации, которую заняла Красная Армия, там сформировалось социалистическое государство, Германская Демократическая Республика. А Берлин, который тоже был поделён на различные зоны оккупации, тоже разделился. И перед многими немцами был выбор, где жить – на Востоке и на Западе. Да, большинство выбирало Запад, потому что там жизнь с самого начала была более благоустроенной, и Западная Германия развивалась очень быстро. Но были люди, которые выбирали Восточную Германию, и понятно почему. Потому что на территории Западной Германии к власти пришли прежние чиновники. Да, первое правительство возглавил канцлер Конрад Аденауэр, который не имел никаких отношений с Третьим Рейхом, который был в оппозиции к нацистскому режиму. Но все остальные правительственные чиновники – это были прежние чиновники, чиновники, которые служили Третьему Рейху. А где ещё, возможно, профессионалов, говорил Конрад Аденауэр, для того, чтобы функционировало Министерство финансов, надо, чтобы там сидели профессионалы. Где взять других профессионалов, говорил он. И огромное число нацистских чиновников преспокойно занимали кресла, руководящие кресла в Западной Германии. А в Восточной Германии этого не было. Там к власти пришли или политические иммигранты, или коммунисты. И это имело большое значение. Не зря представители той части Советской военной администрации, которой занимались культурой, культурой офицеры, как называли, пригласили в Восточную Германию выдающихся деятелей немецкой культуры. И они приехали туда. Один только Бертель Брехт, один из самых выдающихся драматургов и создателей современного театра, они перебрались в Восточную Германию, они жили в Восточном Берлине, они поддерживали ГДР. И, как говорил еще один выдающийся немецкий писатель, автор, наверное, самого сильного произведения о Первой мировой войне с Поробунтером и Гришей Арнольдсвайг, здесь бьется сердце Германии. Он жил в ГДР, возглавил Академию художеств. Анна Зекерс, выдающаяся немецкая писательница, автор незабываемого романа «Седьмой крест». Еще множество других людей они обосновались в Восточной Германии. Они хотели жить в антифашистском режиме, потому что фашизм был самое страшное, что произошло с Германией, они хотели преодолеть это прошлое. Поэтому выбор после 1949 года был не таким уж простым между Востоком и Западом. Но что же произошло? А дальше произошло вот что. Западная Германия постепенно, медленно, шаг за шагом двинулась в сторону осознания своего прошлого. Но это ушло два десятилетия, пока не подросла молодежь, которая обратилась к своим отцам с вопросом, как вы могли служить преступному режиму, почему вы сами были преступниками. И это тоже не появилось само по себе. Это была серия судебных процессов над нацистскими преступниками, которые шли крайне трудно, потому что одни нацисты не хотели судить других. Это был процесс духовного обновления, в котором приняли участие выдающиеся немецкие писатели, вчерашние фронтовики, прошедшие через фронт и понимавшие, в каких преступлениях они участвовали. Это был, еще раз скажу, длительный процесс, занявший примерно два десятилетия. Но он произошел. И Западная Германия осознала, самое главное, что все виновны в тех преступлениях, которые там происходили. Что это не была кучка негодяев вокруг Гитлера. Это же не только эсэсо, не только гестапо уничтожало людей, что вся страна в этом виновна. Это было очень болезненно. Это было очень трудно. Но Западная Германия свершила этот шаг. Это подкреплялось стремительным развитием экономики, потому что там была воссоздана рыночная экономика. И тут замечательные качества немецкой рабочей силы соединились с возможностями рыночной экономики. Западная Германия очень быстро восстановилась. Уже в середине 50-х годов немцы ездили в Испанию отдыхать, уже обзавелись автомобилями с приличным жильем и так далее. В Восточной Германии все пошло по-другому. Там, естественно, по советскому образцу создавалась командно-административная экономика, что, естественно, не давало больших шансов на развитие. И было видно, Восточный и Западный Берлин сильно отличались. В Западном Берлине быстрое восстановление жизни, а Восточный Берлин остается скучным и тоскливым. Но главное другое. Социалистический режим не давал стране развиваться. Немцы пытались возмущаться. Летом 1953 года в Восточном Берлине, потому что в других городах Германской Демократической Республики вспыхнуло восстание рабочих против той экономической системы, которая устанавливалась против командно-административной экономики. Это бунт перерос в политическое восстание, потому что им не нравилась реакция правительства, которое не реагировало на требования рабочих. Восстали прежде всего восточно-германские рабочие. Это восстание было подавлено советскими танками. И вот это изменило очень многое. Июньское восстание 1953 года изменило взаимоотношения восточных немцев с собственным государством. Те, кому не нравилась такая политика, стали перебираться на Запад. После 1953 года и до 1961 года, когда была установлена Берлинская стена, из ГТР бежало примерно 3 миллиона человек. Для страны со сравнительно небольшим населением это была колоссальная потеря. Тем более, что уезжала молодежь, уезжала интеллигенция, уезжали мобильные, деятельные люди, которые многое могли бы сделать. Там, где они родились, потеря была колоссальной. Остановить можно было двояк – изменением политики и установлением стены. Восточно-германское руководство выбрало второй путь. И в 1961 году была поставлена, так называемая, Берлинская стена. Я смотрел хронику, как это происходило, читал воспоминания. В некоторых местах стена прошла прямо через дом. И в квартиры заходили каменщики в сопровождении солдат ГТРовской армии. Всем велели отойти от окна. И окно закладывали кирпичами. И когда это становилось ясно, что происходит, некоторые люди из второго, третьего этажа прыгали, чтобы остаться на территории западного Берлина. Многие пытались бежать и потом через эту стену, но руководство ГТР приказало помешать этому во что бы то ни стало и стрелять кто бы там ни был – женщины или дети. Это прямо в приказе записано, который станет известным после крушения ГТР. По граничникам дали указания стрелять, потом там установили мины, потом там установили автоматические пулеметы, которые стреляли, когда появлялось какое-то движение, погибло довольно много людей. Но главное, что эта стена разделила две Германии. Одни люди восприняли это как нечто страшное, а другие решили, что ну значит так и будем жить. Для многих восточно-германских функционеров открылись невероятные возможности, потому что в обмен на лояльность режиму они делали замечательную карьеру. Восточная Германия ведь была витриной социалистического, блока. Руководство ГТР прямо и говорило советским руководителям – помогайте, потому что никого не интересует, как вы там у себя в Советском Союзе живете, а вот как живут немцы, на это все смотрят. Поэтому помогайте, давайте нам деньги. Довольно такой наглой форме требовали помощи и получали. Потому что для Советского Союза это действительно имело колоссальное значение. Потому что вот две Германии. Одну поддерживает Запад, а другую – Советский Союз. Вот это соревнование, в этом соревновании нельзя проиграть. И огромные средства вкладывались в Германскую Демократическую Республику для того, чтобы показать, вот как работает социализм. Ну и замечательное качество немецкой рабочей силы, конечно, тоже давали о себе знать. И советские руководители любили ездить в ГДР и говорить, вот видите, как работает социалист. Ну, большей частью они были во власти, конечно, невероятных заблуждений. Скажем, ГДР докладывал о невероятных успехах в создании робототехники, даже компьютеризации. У нас же покупали восточно-германские компьютеры. Я их помню, они были ужасные. Но эти цифры были результатом просто невероятно умив. Я прочитал об этом в книге бывшего руководителя восточно-германской разведки, знаменитого генерал-полковника Маркуса Вольф. Я написал о нем книгу в серии «Жизнь замечательных людей в молодой гвардии». Читал поэтому внимательно и его, и о нем. Он писал о том, что эти цифры были основаны на том, что, скажем, аппараты для доения коров, тоже зачисляясь в разряд робототехники. Ну, такой тотальный обман свойственной тоталитарным режимом. Но не так просто оценивать восточную Германию, потому что в чем-то восточные немцы действительно ушли вперед. Там издавались книги, которые не могли издаваться в Советском Союзе. Правда, в нас выходила литература, которую никогда не переводили в восточной Германии. Но там в восточной Германии был по-своему тоже расцвет немецкой литературы, немецкого искусства. Там работали выдающиеся мастера. Поэтому сказать, что восточная Германия была обречена с самого начала, невозможно. Вот процессы, которые происходили. В Советском Союзе были категорически против объединения Германии. У нас были такие германисты, которые писали работы о том, что уже сформировались две различные нации. Одна в западной Германии, другая в восточной Германии. Это вовсе не единый народ, а два разных народа. Поэтому объединение говорить бессмысленно. А на самом деле между двумя Германиями существовал очень честный обмен, который страшно беспокоил советское руководство. Это было тайное сотрудничество разноплановое. Не только политическое, но и экономическое. Западные немцы считали своим долгом. Сначала они долго не признавали ГДР, а потом осознали, что как же там наши братья, надо им помогать. Федеративная республика считала своим долгом помогать восточной Германии. И такой, считавшийся реакционным политиком, как лидер Баварского христианско-социального союза Франц-Йозеф Штраус, приложил колоссальные усилия для получения огромного, миллиардного займа в восточную Германию. Он охотно встречался с представителями ГДР. Но встречи все эти происходили тайно, втайне от Советского Союза. Советская разведка пыталась узнать, что там происходит. Было очень сложно, потому что Министерство государственной безопасности ГДР присматривало за советскими дипломатами и советскими разведчиками. И если кто-то из наших людей проявлял излишнее интересное и что-то разузнавал, то его очень быстро высылали из ГДР. Находили любой повод. Ну, предположим, это такой удачливый разведчик, я знаю такой эпизод, любил еще и женскую красоту, и как-то он встречался с какой-то дамой, даже заночевал у нее. А наутро восточно-германские чекисты обратились в наше посольство с тревожным сообщением, что машина вашего дипломата всю ночь стояла не там, где уже... Не случилось ли чего? Не угнали ли машину? Ну, после короткого выяснения этого умелого дипломата-разведчика отправили в Москву. Если кто-то из советских людей позволял себе критическое замечание о том, что происходит в ГДР, об этом докладывали самому руководителю ГДР, генеральному секретарю ЦКС ЕПГ Эриху Хонакеру. Он писал письмо Брежневу и требовал отозвать этого человека. Поэтому возможности советских людей на территории ГДР были ограничены, и они не могли уследить за этим невероятным германо-германским обменом, который свидетельствовал о том, что на самом деле между восточными и западными немцами существуют эти чувства и стремления к единству, что и даст о себе знать после крушения Берлинской стены. Но это отдельный разговор, мы обязательно к нему вернемся, потому что в ноябре этого года как раз будет отмечаться 30-летие падения Берлинской стены. А там, пожалуй, самое важное не те обстоятельства, при которых Берлинская стена рухнула в один день, и потом так же быстро воссоединились две Германии. Там самое важное состоит в том, что сегодня мы видим, что на самом деле Восток и Запад Германии – это не одно и то же. Но об этом поговорим как раз в следующий раз. А чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал в YouTube.